Вот такой вот у нас будет прекрасный комплекс Кирпич, еще раз потрогаю его Хочет сформировать новый подход к открытости пространства Ну, можно и японскую, допустим, поставить бочку в ней Тоже приятно провести время Стеклопакеты, правда, не рехао Застройщик поддерживается концепции единого облика Я даже не припомню, кто из застройщиков, еще не заселив дома, запускает детский сад Увидели все его изюминки, изучили все фишки Друзья, меня зовут Александра И вы на экспертном канале Smart Reel Мы все время говорим о новостройках, а их очень много в Краснодаре И это в основном квартиры Сейчас я предлагаю поговорить о частном секторе, о частных домах Давайте я вам презентую один из коттеджных поселков Новой Елизаветки Застройщиком данного коттеджного поселка является компания InCity Чем же она отличается от других застройщиков? Эта компания-застройщик доводит до высокой готовности стройку Не важно, будь то дома многоквартирные или в данном случае коттеджный поселок И только потом пускает их в продажу Возможно, вы слышали или знаете о том, что в Елизаветке есть неприятный запах В 2011 году жители садов творчества Нива-2 и Нива-1 начали жаловаться на неприятный запах рядом с их домами Причиной являлась очистные сооружения номер 2 Необходимо было провести реконструкцию, так как здание было построено в 1982 году В 2018 году начали реконструкцию, она продолжается по сей день Руководитель Росводоканала обещает закончить полностью реконструкцию к 2030 году И я хочу заметить, что я нахожусь сейчас на Елизаветинском шоссе Рядом с коттеджным поселком и никакого запаха нету совершенно Мы находимся на Елизаветинском шоссе Это 10 минут от улицы Красных Партизан От краевой больницы От центра города это минут 20-25 ехать Друзья, давайте перейдем к комплексу «Новая Елизаветка» От застройщика «Н-Сити» класса «Комфорт Плюс» Площадь микрорайона «Новая Елизаветка» составляет 101 тысяча квадратных метров Продажа и строительство будет осуществляться тремя очередями Первая очередь уже запущена в продажу с сентября 2023 года Дома выполнены в единой концепции, в которые входят многоквартирные дома, таунхаусы, ИЖС и коттеджи Внутри комплекса не предусмотрены высокие фасадные заборы Ограждения будут расположены только на задних участках Видимо, застройщик хочет сформировать новый подход к открытости пространства и атмосфере добрососедства Более подробно о микрорайоне нам расскажет Екатерина Катя, привет! Саш, привет! Расскажу тебе сегодня о нашем новом комплексе, нашем новом проекте Микрорайон «Новая Елизаветка» от строительной компании «Инсити» Мы ведущие застройщик Краснодарского края Строим уже не первый коттеджный комплекс В чем особенность именно микрорайона «Новая Елизаветка»? В том, что это, во-первых, огромная территория 101 гектар Это комплекс закрытого типа со своей внутренней собственной инфраструктурой Срок сдачи всего комплекса завершения – это 26-й год То есть все уже объекты будут завершены Поэтапно мы будем строить этот объект, продавать его По наполненности у нас на территории будет своя парковая зона Озеро с зоной купания, социальные объекты Детский садик, он уже есть, он уже функционирует на 350 мест Также мы строим еще школу в завершении строительства Середина следующего года на 616 мест Озеро зоной купания, там по центру у нас будет фонтан То есть это будет не просто озеро, а именно озеро с естественными очертаниями Вот такой вот у нас будет прекрасный комплекс С такими своими фишками неповторимыми и отличающими его от других комплексов А подскажи, пожалуйста, на территорию могут приходить только гости собственников Объекта недвижимости в вашем микрорайоне или все, кто захотят? Гости могут приехать, взъехать на авто, на транспорте Так как у нас выносится в базу у нас КПП Система пропускная есть на комплексе Могут попасть только либо жители, чьи номера машин внесены Либо их гости также по предварительно внесенным данным То есть просто так на нашу территорию не попасть Дабы обеспечить безопасность жителей В пешей доступности могут сюда приезжать люди Не являющиеся жителями, собственниками и чьими-то родственниками Либо знакомыми, но в любом случае у нас есть ЧОП-система То есть у нас все безопасно И безопасность мы сохраняем при условии даже того Что люди будут, скажем так, посторонние Не являющиеся собственниками данных объектов комплекса «Елизаветка» Кать, подскажи, пожалуйста, а кто может посещать школу и детский сад на территории микрорайона? Так как у нас школы и детские сады являются муниципальными Соответственно, в них могут записаться не только жители-собственники комплекса Но также и иные жители ближайших районов Но первоочередно, первостепенное место могут иметь право Те, кто здесь зарегистрирован, те, кто здесь проживает Для того, чтобы попасть сюда и жителям, не являющимся собственниками этого комплекса Нужно внести в реестр наши номера машин То есть обязательно для въезда на территорию Необходимо, чтобы наша охрана КПП имела номер в базе данного авто Которое будет езжать и привозить сюда детей Катя, подскажи, что помимо социальных объектов будет на территории? Как люди смогут проводить время помимо, грубо говоря, школы, детского сада А для детей и для взрослых? Что вы приготовили? Мы продумали в комплексе все до мелочей Также зоны развлечений У нас будет ресторан с видом на озеро У нас будет торговый центр и фитнес-центр на территории Также будут двухуровневые дворы и стилобаты На которых можно строить себе барбекю, вечеринку Не выезжая за территорией комплекса Вау! Кать, я знаю, что на территории микрорайона не будет медицинского центра Как решается этот вопрос? Рядом с нашим комплексом есть две поликлиники в пяти минутах Езды взрослые и детские поликлиники Также краевая клиническая больница на красных партизан И кроме того, еще строится одна поликлиника неподалеку отсюда в соседнем комплексе Я знаю, что застройщик InCity очень огромное внимание уделяет озеленению и ландшафтному дизайну на территории своих комплексов Мы это можем видеть на территории комплекса Любимого и Греция Что застройщик предусмотрел на территории данного микрорайона? Мы предусмотрели и это у нас огромная зона озеленения То есть парковая зона на территории комплекса Высокоросые деревья, кустарники У нас есть свой дизайн, именно ландшафтный дизайн Мы продумываем до мелочей, дабы подчеркнуть атмосферу загородной жизни в комплексе И создать благоприятные условия для наших жителей Кать, ну давай пойдем посмотрим непосредственно сами дома И уже на месте поговорим, и все покажешь и расскажешь Пойдем? Гоу! В коттеджном поселке нашем представлены 5 видов коттеджей 4 типа таунхауса Коттеджи двухэтажные, таунхаусы двух и трехэтажные На два либо на четыре хозяина Все вот в таком хай-тек стиле современном Плоские крыши, витражные окна Минимум у каждого коттеджа у нас и таунхауса Минимум две парковки И цвет кирпича, да, может различаться? Да, различный цвет кирпича Светлые темные оттенки на выбор собственника Нашего будущего собственника То есть они могут сами играть под цветовой гамме Выбирать более нравящийся вариант Слушай, ну хочу сказать, что мне прям очень приятно здесь находиться И не хочется отсюда уезжать, несмотря на то, что еще идет стройка Уже все так гармонично, прям все так стильненько В едином таком формате И уже вижу детский сад И классную площадку Эти светильники Фонари классные Заборы Как-то прям вот ощущение такого, что я домой уже попала к себе У клиентов будет вопрос В каком состоянии застройщик сдает прилегающую территорию к дому Что входит в стоимость На что может клиент рассчитывать? Клиент приобретает земельный участок Он будет в собственности дом В черновой отделке он у нас продается Запрос у нас возможно в дальнейшем Можно будет включить еще в стоимость Дополнительно добавить стоимость Причистовую отделку Пока это в разработке вопрос На данный момент времени Вот в таком формате Как вот сейчас мы увидим У нас будут создаваться парковочные места на территории Земельный участок И вот эта вся прилегающая территория в собственности У того, кто у нас приобретает данный объект Я как человек, который постоянно Контактирует с застройщиками Хочу сконцентрировать ваше внимание на том Что дома сдаются уже с газом А данную функцию практически никто из застройщиков не предоставляет Да, важный нюанс Уже будут все коммуникации подведены Хочу рассказать поподробнее о материалах наших домов Этот коттедж у нас представлен С кирпичной кладкой Ливерпуль Вот этот цвет, эта расцветка называется Ливерпуль Славянский кирпич Сами дома у нас монолитный каркас имеют И минераловатный утеплитель Вот в таком формате Все огорожено забором, вся территория Забор с этой стороны у нас метровый То есть 100 сантиметров забор С этой стороны метр шестьдесят То есть в фасадной части здания И вот такой вот у нас красивый, да Кирпич Погладим Еще раз потрогаю его А что можно сделать с участком? Что на нем можно устанавливать, а что нельзя? По требованиям застройщика Да, это часто задаваемый вопрос Можно некапитальное строительство То есть без фундамента Любые строения, тот же самый бассейн Но опять же не закапывать землю без фундаментной части Баню не поставить? Ну, соответственно, капитальную баню, да, не поставить Ну, можно и японскую, допустим, поставить бочку В ней тоже приятно провести время Да, можно и такой вариант применить Офигенные террасы ваших домов Что можно здесь делать? Да, это изюминка наших коттеджей Все коттеджи у нас такими, такого формата террасами Здесь можно оборудовать, например, зимний сад То есть полет для фантазии большой Придумать здесь разные вариации зоны отдыха Требования к нему отдельные по остеклению? В случае каких-то видоизменений Необходимо согласовывать эти все моменты С управляющей компанией Почему? Потому что застройщик придерживается концепции Единого облика всего комплекса Чтобы, да, все гармонировало между собой И такие видоизменения, да, необходимо согласовывать Такого рода Кать, мне уже прям не терпится посмотреть Что внутри коттеджа Покажи, пожалуйста, как выглядит это все внутри Пойдем Мы сейчас наблюдаем наш демо-вариант коттеджей Они представлены в предчистовой отделке Но сдаваться они будут в черновой отделке Находимся мы в кухне-гостине 35 квадратов и высота потолков 3,1 По ощущению, как будто это 50 и более За счет грамотного остекления Которое просто, ну, я в восторге от такого вида Прям ощущение такой свободы и простора Комната очень светлая, просторная 4 спальни, 2 санузла и еще дополнительная кладовая комната Мне хотелось бы пройтись, посмотреть и показать вам Планировку и вообще детали данного коттеджа Хотела бы еще сконцентрировать ваше внимание На этой кухне-гостиной За счет такого остекления Она кажется еще больше Не 35, а квадратов 50 как минимум Стеклопакеты, правда, не рихао Но тоже довольно качественные Хотела бы также показать Выход на террасу Здесь очень эргономично это продумано И повторюсь, можно сделать и зимний сад И летнюю террасу, остеклить Но тут момент такой, что как вы пожелаете Как ваша душа к этому отнесется А на территорию уже расположить то, что захочется всей семье Также хотела бы сконцентрировать ваше внимание На остальной территории первого этажа Именно входная группа Где можно расположить и гардеробную И также большие зеркала И это будет удобно для всей семьи На первом этаже также есть кладовая И два помещения В которых можно разместить Либо раздельные санузлы Либо гардеробную и санузел Также на первом этаже есть небольшая спальня для гостей Либо, допустим, игровая зона для ваших малышей Хотела бы поделиться тем, что по ощущениям Здесь комфортный угол подъема у лестничного марша То есть человеку пожилому здесь будет комфортно И ребенок здесь тоже безопасно сможет подняться и спуститься На лестничном марше также есть остекление Хочу сконцентрировать ваше внимание На этой крутой, просто прикрутой спальне Посмотрите, как тут просто нереально И самая главная фишка это Посмотрите, какой санузел Где вы видели санузел с такими окнами Принимаешь ванну с видом на соседей Эта проблема решаема Есть специальная пленка для стекол Ну и также можно рассмотреть вариант Что это помещение разделить на два Санузел и гардеробная На втором этаже есть общий санузел с окном И еще две спальни для детей или других членов семьи Мне очень нравится о том, что застройщик подумал Что же будет располагаться в комнатах А именно, здесь продумана даже ниша под шкаф Соответственно, вы сможете просто заказать зеркало Либо просто двери, а шкаф у вас уже есть Действительно, планировка очень эргономичная и продуманная Так как здесь могут проживать семьи с разным составом Как с детьми, так и, допустим, с родителями пожилыми Можно родителей расположить на первом этаже Для них есть тоже спальня А детей на втором Разделение между спальнями родительской и детской Идет вместе с санузлом Соответственно, не будет слышно никому И друг другу не будут мешать Что дает ощущение приватности и комфорта Для проживания всех членов семьи в данном доме С такой планировкой Я в шоке Офигенный таунхаус с эксплуатируемой кровлей Вы как его слышите? С эксплуатируемой кровлей 44 квадрата Только посмотрите на это И качельку можно И столик Пить кофе Вот с таким видом На красивую, прекрасивую улицу Это же круто Я даже не припомню, кто из застройщиков Еще не заселив дома, запускает детский сад А детский сад на минуточку на 350 мест Персонал ждет уже ваших детей к себе в гости А также хотелось бы посмотреть сейчас школу Она уже построена На 620 мест Ведут в эксплуатацию в сентябре 2024 года Сегодня мы провели экскурсию по микрорайону Новая Елизаветка Увидели все его изюминки Изучили все фишки Побывали в коттедже Увидели таунхаус трехэтажный Не посмотрели пока еще мы квартиры Многоквартирные дома Так как пока еще не завершено их строительство Это только в перспективе И вот что нам удалось сегодня посмотреть Да, мы изучили, прошлись Увидели все своими глазами Ну и самый интересующий всех вопрос Какой ценовой диапазон Объектов недвижимости Которые мы сегодня посмотрели Ценовая политика у нас следующая То есть на коттедже у нас первая цена От 20 миллионов То есть можно подобрать коттедж под любой бюджет Он зависит от квадратуры земельного участка На котором находится коттедж И от его площади этого дома На таунхаусы пока на данный момент цен нету И в продаже пока они у нас не открылись План либо конец декабря, либо январь Они уже должны у нас открыться в продажу И будут уже известны цены И также на квартиры Как только мы их откроем в продажу Мы укажем ценовую политику То есть от и до все категории разные Разного плана, разного формата Кать, благодарю тебя за проведенную презентацию По вашему микрорайону Мне очень все понравилось Также, надеюсь, и зрителям было тоже интересно Уважаемые зрители Спасибо вам, что досмотрели до конца Мы являемся официальным партнером Компании InCity И с удовольствием сделаем вам подборку И расчет объектов недвижимости В этом коттеджном поселке Либо в комплексах компании InCity Подписывайтесь на наши соцсети Либо связывайтесь с нами Любым удобным для вас способом До встречи в новых выпусках Smart Real Ваш помощник в мире недвижимости